Итак, в эфире программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Александр Костров, известный в Рязани человек. Я напомню, председатель Рязанского областного отделения Всероссийской организации «Ветеран в боевое братство». Есть и другие еще у вас обязанности. Я не назвал бы их должностями, потому что все это обязанности. Обязанности. И слава богу, что люди относятся к этим своим статусам как обязанностям. Потому что обязан что-то делать. Я знаю, что вы очень много делаете, но сейчас речь не об этом. 15 февраля. Знаменательная дата для всех, кто служил в Афганистане, для всех, кто знает, что такое Афганистан. Да, в конце концов, для всех нас. Потому что все должны знать, что были такие боевые действия. Была такая война, что, что он говорит, 10 лет. И то, что 15 февраля вышли все окончательно наши воины из Афганистана. Это, собственно, ваш небольшой такой день победы. Да. Ваш такой день победы. Итак, Александр, давайте вот о чем поговорим. Прошло все-таки немало лет. 79-й год, начало 89-й год, это окончание, десятилетия уже прошли. Поколение, это когда еще молодых совсем ветеранов, оно уже стало поколением действительно ветеранов. Вот как вы сейчас видите и какие вы видите задачи перед поколением афганских ветеранов? Потому что на подступе, что тут говорить, ветераны кавказских войн и так далее. Что бы я хотел сказать? Конечно, афганская война была самая большая по количеству войск, прошедших за 10 лет вот именно вот этой войны. Более 600 тысяч солдат, офицеров прошли через афганские испытания. Я думаю, сейчас у нас самому молодому ветерану где-то порядка 40-41 год. А самому старшему, вот у нас есть Суворов Владимир Иванович, полковник, ему под 90 лет. Он еще участник Великой Отечественной войны вдобавок. Настоящий полковник, я бы сказал. Настоящий полковник, да. У него и сын тоже полковник, танкист, то есть династия, военная династия. Это очень здорово. А задачи какие? Я бы хотел сказать, как это сформулировать. Так что вот когда росли мы, в наше время, так говорится, ну, модно так, наверное, говорить, но это на самом деле так. Мы воспитывались на подвигах наших дедов в Великой Отечественной войне. Мы играли в игры, мы занимались и спортом, и всем. То есть все было как-то это связано с Великой Отечественной войной, с завоеванием нашего народа, вот этой Великой Победы. Сколько фильмов, сколько книг я вас перебью. Все было направлено на воспитание личности воина-защитника Отечества, например. Патриота. Да, патриота. Патриота. На примерах как раз воинов Великой Отечественной войны. И вот сейчас, к сожалению, получается так, что у ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. То есть и получается, что должны на первый край вот этого патриотического воспитания выйти ветераны Афганской войны. Ветераны боевых действий, которые вивали в Афганистане. Потому что я считаю, что тот вакуум, который был по патриотизму последние, по-моему, 10 лет, хотя мы продолжали работать, мы работали и продолжали работать. Вот сейчас, слава богу, он уже уходит, и слово патриот не становится ругательным. Мне кажется, в России сейчас на таком подъеме, и мне кажется, если наши усилия по патриотическому воспитанию будут поддержаны, то все в этом плане будет хорошо. Я считаю, что ветераны Афганской войны должны выступать в школах, должны выступать в техникум, в вузах и рассказывать. Я считаю, что ветеран войны – это особый человек. Это человек, это мужчина, который защищал Родину с оружием в руках. То есть, сейчас время перехода, смены поколений в патриотической воспитательной работе. Уходят ветераны Великой Отечественной, что делать? Что делать? Естественно, время идет. Приходят на смену, им должны прийти ветераны Афганистана. Да, ветераны боевых действий. Мы 9 мая, когда проходим колонны ветеранов боевых действий, мы и показываем, что мы гордо несем знамя, знамя победы. Тоже мы несем флаг, вот этот флаг победы. Еще знаете, что, Александр, хотелось бы сказать? Ну, не в укор, естественно, вам, но, на мой взгляд, кажется, что ветераны Великой Отечественной, воспитание другое, время поколения другое, они как-то были более активны в плане работы с молодежью. Вот ваши воины-афганцы, они все-таки, ну, я бы не сказал, что уж очень охотно идут в школы. Вот не стоит ли здесь задача, чтобы их как бы поднять и поставить в строй воспитательной работы? Есть такое дело? Да, вы совершенно правы. Но здесь, я думаю, что вопрос вот в чем. В том, что наши ветераны боевых действий, ветераны-афганцы, значит, они большинство работают. Большинство работает и зарабатывает деньги, чтобы прокормить семью. Вот, это основная, это основная как бы проблема вот в этом патриотическом воспитании. И для того, чтобы, вот смотрите, простой вопрос, да, допустим, выступить на уроке мужества в школе, допустим, даже как в Песочни, да, то есть надо час, чтобы доехать до школы, полтора часа провести урок и час, чтобы доехать назад до работы. То есть получается полдня уже... Отпрашиваться у начальства там... Так точно, да. А в сегодняшних экономических условиях большинство руководителей, они просто не отпускают наших. Ну да. Или говорят, все, хочешь идти выступать, иди выступай, бери трудовую книжку и вместе с ней иди и выступай. То есть есть даже такое. И мы пока не можем переломить эту тенденцию. Если вот раньше было как-то, ребят, нужно письмо на предприятие, чтобы вас отпустили. Нет, не нужно, все нормально, все хорошо. А сейчас вот мы даже не знаем, как этому поспособствовать. Ну да, есть такая проблема, да. Честно говоря, я не сильно задумывался, как-то привык к тому, что если идти в школу, воспитательный урок какой-то проводить, рассказывать детям о мужестве и патриотизме, то здесь нет вопросов у руководства. Хотя, да, поскольку сейчас у нас так предприятие, все наши системы настолько заоптимизированы, что каждый на своем месте, если человек выбывает из строя хоть на три часа, уже там что-то сбой какой-то. Ну да, да, вплоть до того, что надо уже курсы проводить, семинары с руководителем предприятий по патриотическому воспитанию. Может, тогда до них дойдет. Что-то по изучению уроков истории. Да, да, да. Российский. Еще, значит, есть такая структура, и была она очень активна, сейчас тоже активна, но тоже, мне кажется, что какие-то там изменения должны быть. Это совет ветеранов. Это совет ветеранов, которые тоже остаются без своих, так сказать, мощных, крепких бойцов, стариков, инвалидов, так сказать, которые еще Гитлера в Берлин загоняли и там его добивали. Вот, значит, здесь вот они тоже переживают, должны, наверное, переживать какие-то изменения. Потому что как бы вот не выхолостилась сама вот эта идея ветеранская. Есть как-то, знаете, есть идея объединения в одну организацию, да, но она пока остается идеей. Я объясню, почему. Потому что почему это может быть в чем-то невозможным, да. Невозможно в том, что нужно принимать изменения в закон об общественных объединениях. И говорю, что, допустим, по одному направлению должна быть одна организация, общероссийская. Ветераны, ветеранская, инвалидская, инвалидская. Вот, ветеранов труда, там ветеранов труда. Но сейчас, если открывается общероссийская организация, значит, она должна иметь свои отделения в более чем половины субъектов Российской Федерации. Поэтому, если кто-то в Москве открывает, то, значит, здесь у нас, в регионе, возможно, открытие очередной организации. Поэтому мы можем объединиться на условии, допустим, какого-то координационного совета. Вот это может быть, да. А вот юридически мы не можем. Ну, посмотрите сами, Петр, кто будет решать наши проблемы, молодых ветеранов? Ну, ветеранов Великой Отечественной войны? Ну, конечно же, нет, да. Естественно, мы сами будем решать свои проблемы. Это, наверное, может быть, мы можем решить уже их проблемы, скоро будем решать их проблемы. Вот здесь вот такая вот палка о двух концах. Вроде бы и хочется одну организацию. А на самом деле, как это сделать? И здесь еще есть какие-то лидерские амбиции у руководителей этих организаций. Кто будет главным в этих организациях? Ну, наверное, это тоже существует, да? То есть, такой переломный период, он может быть на подходе, но не сейчас. И вот эта реформа и трансформация, она тоже где-то может быть скоро, но не сейчас. Я думаю, что да. Я думаю, что, наверное, это придет к какому-то знаменателю, но, мне кажется, не близко. Это надо закрыть ряд организаций в Москве на российском уровне. Там достаточно влиятельные люди стоят у руля этих организаций. Большое вам спасибо. Вас тогда с наступающим вашим собственным февральским днем Победы в Гадске. Пусть он будет так называться, потому что, ну, можно говорить, солдаты и воины исполнили честно свой долг. Они вышли оттуда не бегом. Они вышли организованно и по приказу вышестоящего начальства. И долг свой, не зря вот эти медали, не зря ордена, не зря награды героев Советского Союза тогда еще. Так что это будет, можно так назвать, февральский День Победы в Афганистане. Я бы еще хотел добавить, если у меня есть секундочка, да, о том, что я совсем забыл сказать про медали. Изготовлена медаль, будет изготовлена медаль «25 лет вывода войск из Афганистана». Это медаль Министерства обороны. Но, к сожалению, ее не успели напечатать в полнодостаточном объеме. Поэтому я бы хотел сказать всем ветеранам афганской войны, что медаль будет вручена каждому в 2013 году. Вас спасибо за поздравление. Все, большое вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Александр Костров, руководитель областного отделения Всероссийской организации ветеранов боевое братство. Мы говорили о предстоящих праздниках, дне окончания вывода войск из Афганистана. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробностей». До встречи. До встречи.